здравствуйте друзья у меня в скайпе сегодня вопросик был занятный связано это было с перевозкой каких-то сумм денег через границу там из какой-то из стран там бывшего ссср в соединенные штаты и я не то чтобы большой там специалист по перевозке наличных знаете никакого понятия об этом не имею потому что как-то у меня и нет столько наличных и собственно чего их возить с собой это опасно я не знаю честно но тут тонкость вот какая есть насколько я понимаю официальное ограничение в 10 тысяч долларов наличкой которые ты можешь через границу перевести без того чтобы тебе пришлось объяснять откуда у тебя столько денег то есть такое каково происхождение этих денег до 10 тысяч долларов и тут у меня с собой есть и декларируешь и едешь там на расходы если больше то тогда надо объяснять почему потому что во всем мире идет борьба с наркотрафиком и поскольку наркотики продаются за наличку то соответственно у наркодилеров очень большие суммы кешевые и соответственно наличкой соответственно им нужно каким-то образом эти деньги легализовать чтобы они оказались на счетах в банках понимаете и тогда их можно уже потратить и есть такой термин называет по-русски мы бы сказали отмывание денег а по-английски абсолютная калька значит этого отмывание денег на этом а не лондринг да отстирывание денег но как бы вся система финансовая и вот мира в отличие американского так точно я про про российские ничего не скажу ли там украинские но вот здесь никакая транзакция внутри страны тоже не только через границу но внутри страны никакая транзакция наличкой свыше десяти тысяч не может произойти без того чтобы как бы красная лампочка зажглась то есть налоговая служба об этом значит извещается я думаю что может быть не только налоговая потому что торговая наркотика это не исключительно вопрос налогов я когда работал страховым агентом страховым брокером то мы каждый год я боюсь соврать то ли каждый год то ли раз два года сдавали специальный экзамен вот по контролю за отмыванием денег вот представьте себе человек пришел например и говорит я хочу купить страховку там страховой полис на страхование жизни накопительный только ягод не буду накапливать я сразу вот заплачу там ну сколько принес миллион долларов но я сто тысяч кешам бак тебе дал а потом через три месяца говорит знаете что мужики я что-то передумал ему эти деньги отдают переводом на счет или он допустим год там побыл часть денег у него естественно ушла уж с этим делом но остальные ему отдали там на счет поэтому вот раз легализовал поэтому страховой агент особенно такой который занимается вот финансовыми инструментами вот я был таким значит ему надо было следить там сообщать извещать вопросы задавать там и так далее если вы захотите купить автомобиль например да и придете у вас будет с собой в авоське там 15 тысяч долларов например живыми деньгами тут же прибеги прибежит несколько человек я однажды присутствовал при такой ситуации прибежит сразу несколько человек сотрудников они при но публично как бы группой они будут эти деньги пересчитывать какой-то акт составит все его подпишут и так далее и так далее то есть как бы свыше десяти тысяч это уже какая-то такая опасная сумма вы можете например допустим вот я не знаю наркодилер да у него есть собой там 2 миллиона долларов в чемодане кешь он пришел говорит хочу купить дом за 2 миллиона купил дом за 2 миллиона через три месяца продал но не за два за миллион восемьсот продал бах значит за за десять процентов отмыл свой кешь он у него на счету в банке так не получится так не получится потому что как только он принесет свой этот кешь даже даже не 2 миллиона даже там 11000 эти хотя за 11000 дом не купишь но вот в этот момент все заканчивается поэтому же и отмывание денег это сложные схемы это как бы там много чего конечно отмыть там не знаю там 10000 несложно но отмыть на 500 тысяч отмыть миллион отмыть 100 миллионов эти что это значит какие обороты там в наркоторговле и так далее поэтому я вот эту сумму в 10000 долларов встречаю в очень многих местах вот поэтому я так но в частности вот в транзакциях страховых так точно и в автомобильном dealership я тоже такой наблюдал тоже было 10000 поэтому я думаю что это такая универсальная универсальная сумма и при пересечении границы и при внутренних каких-то операциях так что вот из моего опыта на вид наверное если вы там где найдете на википедии или может быть на форуме какой-то грамотный человек расскажет вот может быть там какие-то тонкости еще есть но вот если спрашивать меня то я вот так приблизительно такой ответ дам счастливо